Всем привет, ребята, с вами я, Мега, и сейчас мы будем делать, точнее, будем подготавливать наш пользовательский интерфейс для дальнейшей работы. В дальнейшем мы работать будем уже с модификаторами для товаров. Как все знают, в играх жанра Tower Defense в игре присутствует большой выбор товаров. Ну, у нас есть обычный магазинчик с товарами, и, собственно, где мы можем выбрать себе подходящий товар. Так вот, у нас же будет всего в магазине находиться два разных вида товара. Один у нас простой, которым мы пользуемся, который атакует в одну цель, а другой, который у нас атакует в ауке, то есть у нас есть два типа товара. Базируясь на этих типах, мы для них создадим список модификаторов, которые можно им установить. И игрок уже по ситуации будет выбирать, какой модификатор ему больше подходит, и устанавливать. Итак, наверное, приступим к настройке интерфейса. У меня есть тут интерфейс немного изменился, вам его видно не будет. Я, наверное, вот так вот сделаю. Этап вытяну. Вот так как-то все уменьшу, чтобы вы полностью видели экран. Так, ну, вроде полностью видно. Вот так вот у меня сейчас экран выглядит, то есть в плане интерфейса нам нужно сделать иконочки с дебафами, где будет у юнитов выводиться их дебафы, которые у них сейчас есть, на них висят. И еще одну панельечку, где у нас будут эти самые модификаторы, которые мы можем установить нашему таверу. Так, насчет еще. У нас еще должна быть панелька вот такая вот. Когда мы кликаем на модификатор, собственно, нам нужно его установить. И у нас будет вот загораться вот это вот окошко, здесь будет выводиться соответствующая иконка, время оставшееся на улучшение и прогресс бар. И также нужна вот такая вот штука, не знаю, она будет, не будет, по-моему, без текста. Вот. Еще одна панельечка, где, собственно, будет выводиться информация по модификаторам. То есть, мы установили модификатор, нажали на тавер, у нас название и его на описание. Ну, также иконка. Чтобы игроки знали, типа, поскольку наносится урон и так далее. Ну, давайте, наверное, начнем делать. У меня заранее сделано, я просто вам расскажу, как сделать. У нас есть description панель вот наша. Так, сейчас вот это вот отсюда подвину. Есть description панель. Мы идем в правой кнопкой мышки UI панель. Создаем панель. И называем его modifier панель. Собственно, внутри которой у нас и будет две панели. Вот это вот, вот это, точнее, вот этот вот кусочек, где у нас для товаров будет информация. То есть, кнопки, которые мы можем покупать, прогресс бар, где мы, статус улучшения и так далее. И, собственно, описание. А для юнитов нам нужно выводить только статус. Так вот. Кстати, я убрал компонент image с нашего modifier панели, потому что мне он не нужен. То есть, у меня вот есть черный фон и, собственно, никакой рамки мне ничего не нужно. Вы тоже, кстати, можете удалять компоненты, если они вам не нужны. Ну, рекомендую лучше удалять, если они не нужны. После чего идем в правой кнопкой мышки UI, создаем еще одну панель. И называем ее modifier. Наверное, начнем с модификаторов. После того, как создали, вот, вы тоже видите, я еще раз тоже удалил компонент image, потому что он мне не нужен. И, ну, собственно, это будет, где наши модификаторы. То есть, вот эти вот кнопочки, вот это описание и, собственно, наш... Вот эта вот штука наша. Сейчас я ее включу. Вот она. Собственно, у меня пока в игре присутствует 4 разных модификатора. Ну, 2 для normal и еще 2 для AUE. То есть, количество кнопок у нас будет зависеть от количества товаров. Ну, в дальнейшем, наверное, потом мы изменим. Так и оставим. А потом просто будем изменять. Ну, пока мы есть... Количество эффектов зависит от количества кнопок. Или количество кнопок от количества эффектов. Какая разница? Ааа... Ну, создаем новую кнопку. Помещаем ее в эту панель. Ааа... Собственно, вот она кнопка первая. Это вот эта вот. Сейчас я вам покажу, как ее настроить. Аа... Ааа... Ааа... Здесь все очень просто. То есть... Есть выравнивание. То есть, где будет... Ну, откуда... Ааа... Начинаться 0,0 координаты этого объекта. Вот так можно сказать. И сбоку, вот... Стрейч, вот этот вот. Он отвечает у нас за растягивание. Например, если нам нужно растянуть по всей длине. Ааа... Ааа... Вот по центру по всей длине растянуть. То есть, картинка будет растягиваться по всей ширине. Вот так вот. То есть, по центру еще. По центру и по всей ширине. Также сверху она будет сверху растягиваться. Снизу. Ну и, собственно, по иконке все понятно, как она будет растягиваться. Также, чтобы вот эти вот координаты не выставлять. Вот тут, если у вас уже выставлено, по идее, можно зажать Shift, потом Alt и нажать. Да. Или Alt. По-моему, Alt. Ну, Shift установить. Ааа... Alt, по-моему, хразу выровнять. А Shift, Alt, это, короче, и выровнять, и хразу координаты. Так, ну, что-то понесло меня. Ну, давайте. Ааа... Я же хразу установил сюда картинку. Просто для того, чтобы видеть, как у меня будет выглядеть. Все. Также картинку сюда не обязательно устанавливать. Можно вот так вот сделать. Но, я сделал картинку. И стандартный, который есть текст внутри любой кнопки, это, собственно, текст нашей цены. Мы его создаем. Я, собственно, ничего не трогал. Здесь можно вот отсюда убрать галочку. Нет, отсюда нельзя убирать. Просто цвет поменял. И, собственно, вот такие вот координаты у него, чтобы текст был вот в таком вот уголке снизу. Собственно, таким путем я создаю четыре кнопки. То есть, смотрите, вот. Первая кнопка. Вторая кнопка. Третья. И четвертая. То есть, первые две для обычного тавера. Ой, для ОЕ. А третья и четвертая у нас идут... Для этого, как его... Для обычного. Для тавера, который атакует в одну цель. Так, стоп. Я почти еще здесь. Собственно, поэтому они идут вот так вот, друг за другом. Потому что выделять... Ну, когда выделяем этот, у нас будут эти. И когда будем выделять тот, будут те. Собственно, после того, как мы сделали четыре кнопки... Наверное, сделаем апгрейд нашу панель. Также создаем UI-панель. Я с нее также убрал RAVMAO и компонент имейдж. Потому что он мне также не нужен. Собственно, если бы был на нем компонент имейдж... Сейчас я вам покажу, как он бы выглядел. Вот так вот. После чего я просто удаляю remove-компонент. И все. Так, сейчас я здесь подправлю. Так, вот так вот. Внутрь него... Собственно, нам надо добавить иконку, которую мы будем выводить. Таймер и прогресс бар. По-моему, по умолчанию, у нас есть прогресс бар. Есть слайдер. Ну, собственно, по умолчанию, у нас нет прогресс бара. Мы создаем картинку. Upgrade Image называем ее. Это, собственно, картинка у нас размером 6.4х6.4. Это и будет вот эта вот картинка. Вот. Вот она. Вот вы видите ее настройки. После чего у нас есть Upgrade Bar BG, то есть Background. Это у нас фон. Сейчас я вам покажу. Вот это вот наш прогресс бар. И вот он, задний фон прогресс бара. Мы его создаем. То есть я вам рекомендую, как создавать прогресс бар. С первого делать картинку фона. Настраивать ей нужные размеры. Где-то ее расположить. Цвет там фоновый ей. После чего мы видим вот этот вот Rectransform. То есть значение всех компонентов, как и сами компоненты, можно копировать. Жмем на эту шестеренку. Copy Component. После чего мы просто создаем еще одну картинку. Нажимаем у нее на Rectransform и на шестеренку. И Paste Component Values. Это и есть, короче, вставить. Если перевести, то написано вставить как бы значение компонента. То есть мы делаем Paste. И у нас все четко, все так же выставится. В нужную позицию, в нужном этом. Нам после чего, нам остается просто настроить цвет прогресс бара. И в Image Type нам нужно выбрать в самом низу Fill It. Выбираем. Fill Method мы выбираем как Horizontal. И Origin мы выбираем Left. И, собственно, вот он наш Fill Amount, который мы будем использовать. Так, жмем Apply. После чего, внутрь этой панели помещаем еще один таймер. Называем ему как Time Upgrade. Собственно, настроил я его вот так вот. Справа, со всех сторон. Вот это вот можно тоже убрать отсюда. Вот такие вот у него настроечки. Ну и, собственно, куда мы будем выводить время. Оставшиеся для улучшения. Так, давайте скроем эту панель. Или нет, включим. Она все равно нам мешает. После чего, вовнутрь нашей Modifier панели мы помещаем еще одну панель. Modifier Information. Называем мы ее. Смотрите. Что нам сюда нужно сделать? Ну, по сути, ничего. Отсюда, кстати, компонент. Да, компонент Image. Вот, я отсюда не делал. Move Component. Все. Apply. Помещаем иконку, собственно, иконку модификатора. Текст. Текст создаем. Это, собственно, название модификатора будет у нас там. И Text Description. Называем мы его и тоже устанавливаем. Я ему настроил вот такие вот ему значения. Так, как описание у нас будет... Сейчас я вам скажу. Большое. Вот она. Вот, видите? Вот это вот описание. Квадратик. Это и есть размер нашего текста. Вот такие я ему размеры установил. Ну, и в такую позицию. Потому что у нас будет здесь много-много строчек. И чтобы они все влазили сюда, нам нужно установить соответствующий размер. У меня он вот такой. Ну, собственно, с модификаторами разобрались. Теперь внутри модификатора панели мы создаем еще одну панель. Как она создается, я каждый раз вам показываю. Называем ее Debuff. Собственно, эта панель будет отображаться только у юнитов. Внутри нее я сделал еще вот такой текст Status. Ну, чтобы игрок просто знал, где находится статус. И вон они вот эти вот штучки. Где там еще можно будет сделать вот такую палочку здесь. и положительные бафы выводить. Ну, по-моему, таких мы не сделаем. Хотя, не знаю. Напишите в комментариях, если можно такое сделать. Здесь все просто. Мы создаем картинку. Также Image создаю я, а не RavImage. Потому что я использую спрайты. Собственно, также отключаю галочки ненужные. Наздаю 32 на 32. Почему? Смотрите. Насчет текстур. Пару слов я вам скажу. Есть Max Size. Да, вот. Вот. Его не просто так придумали. Есть вот эти вот циферки. И если ваша текстура размером вот таких вот размеров. 512 на 512 на 512, 256 на... Ну, короче, вот. Короче, кратно вот этим вот значением. По-моему, так это говорится. То она будет немного быстрее загружаться в игровой сцене. И вообще, нежели, например, у нас вот там будет 62 на 53 изображения. Потому что эти изображения, они... Данные цифры, я так скажу вам. Обрабатываются немного быстрее. И на нем... На них построено все. То есть, та же наша память в компьютере, она идет как... Там 8... Ну, не будем 8 вот этого трогать. 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024. Ну, и так далее. Там 8, 192 и так далее. Поэтому, если у вас текстура вот таких вот размеров, как указано в этом списке, то она будет немного быстрее загружаться. Поэтому я использую вот такие вот циферки, как 32 на 32, 6, 4 на 6, 4 и так далее. И так, собственно, мы немного отклонились, продолжим. Создали картинку, 32 на 32. Source Image также мы можем не присваивать. Я просто... Ну, просто для того, чтобы видеть присвоил. Потому что мы в коде уже будем вот эти вот картинки присваивать. Ну, по-моему, кроме кнопок. Я немножко, по-моему, наврал. Для кнопок установите. Но мы все равно потом изменим, чтобы в коде автоматически устанавливались картинки для кнопок. Ну, а для дебафов у нас кнопки уже устанавливаются. Ну, картиночки. Также мы создаем 4 их. Во внутренних мы создаем еще одну картинку Image. Называем ее Reload Image. Собственно, таких же размеров, кстати, можно, чтобы не париться, сделать вот так вот. Хотя... Здесь можно немножко посмотреть. Вот, смотри, вот. По сути, мы размеры не указываем, да? А здесь уже сразу установлены значения. Установлены значения могут грузиться немножко быстрее. Здесь у нас заранее все установлено. Поэтому мы не будем использовать вот это автоматически. Она может брать значения отсюда. То есть, она будет брать значения нашей ширину и высоту от родительского компонента. И их устанавливать сюда. Это, наверное, при компиляции будет делаться, скорее всего. Так что, это не столь важно. Создаем Reload Image. Собственно, это у нас будет вот такая вот штука. Так, где? Где мои имиджи? Я назначил ей вот такой вот цвет. R19, G19 и B19. Ну, и альфа на 172 выставил. Также имидж-тайп выбираем Fillet. Fill-метод уже выбираем. Radial360, то есть, вот этот вот круглышок у нас будет. И Origin-Bottom выбираем. И теперь смотрим. Вот видите? Вот так у нас будут дебафы отматываться. Ну все, с этим, наверное, разобрались. Создаем 4. У нас есть 4 модификатора. Значит, 4 дебафа может быть одновременно повешены на одного юнита. Поэтому нам надо 4. Все они создаются одинаково. Собственно. Теперь. После того, как мы все это сделали. Создали наш интерфейс. Разместили, где нам нужно. Вам нужно подготовить наши картиночки. Хотя бы просто для примера, чтобы видеть, как это все работает. Там что угодно. Вот как у меня. Сделайте вот стандартные картинки фотошопа. Размеры 6.4 на 6.4. Вот он модификатор. Вот так он выглядит, когда на дебафе висит у юнита. Вот такие вот иконочки. Черный фон. Это черный фон, а не прозрачность. Ну и вот. Вот они, 4 иконочки. И потом еще я сделал вот такие вот. С прозрачным фоном. Без рамок, без ничего. Просто с прозрачным фоном. Чтобы вот здесь выводить. Вот вы видите. Ну, здесь кусочек видно. Вот маленький. Создали. В текстуры закинули. В папку поместили, куда нам нужно. Теперь нам нужно получить ссылки на наши панели. И так далее. Ну, думаю, с этим проблемы ни у кого не возникнут. Сейчас я вам расскажу, какие нам нужны, собственно, ссылки и на что. Первая и самая важная, наверное, это ссылка на нашу модифир панель. Самая главная. Вот это вот. Бах. Которая вот. Все нам показывает. Ссылка на нее. По-моему, я не знаю, зачем я на нее ссылку делал. Хотя потом разберемся. Просто сделайте. Вот она ссылка у нас. Называем. Мы делаем ссылку как на GameObject обычно. Кто не знал, повторюсь еще раз. Я, по-моему, в одном из видео говорил. То, что все UI элементы, они являются также GameObject. Просто у них соответствующий компонент трансформации. То есть, рек трансформ у них. Ну, и также там свои свойства некоторые есть у них. А также все, что имеет GameObject, имеют и наши вот эти вот UI элементы. Поэтому мы обращаемся, точнее, берем переменную типа GameObject. Называем мы ее ModifierPanel. Я инициализировал как нул, но в принципе не важно. Просто я инициализировал. Можно даже не инициализировать. Это просто такая у меня привычка. Потом, после этой панели, нам надо получить ссылки на все наши кнопочки. Так, я, наверное, зря закрыл. Так, еще раз открою. Так, стоп. 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 Вот так вот. Получить ссылки на наши кнопки. PublicList, GameObject, называем btn-modifier, к примеру, как у меня. И обязательно newList, GameObject и, собственно, ну, как обычно с листами. Кто только подключился для тех, чтобы пользоваться листами, нам нужен Generic. Подключается он вот так. SystemCollectionGeneric. Это для тех, кто не знал, как пользоваться листами. Точнее, где они находятся. Потом. Мне не нужно было это вот именно здесь сделать. По-моему. Или хотя можно было... Можно сделать было... Так, сейчас. Только в самом верху. Вот здесь вот. Создаем лист спрайтов. Вот смотрите. Я использовал спрайты. Точнее, я использовал имейджи. Поэтому я использую спрайты. Потому что имейдж пользуется спрайтом. Точнее, принимает вот в source image спрайты. Если же вы использовали рав имейдж, он принимает текстуры. Поэтому вам вместо спрайта вот здесь надо писать текстуру. После чего мы создаем... Пишем лист модифир имейдж. Собственно, этот лист у нас будет... Точнее, внутри него мы будем хранить все наши иконки наших модификаторов. Сейчас я открою. Где он у меня тут? Лист модифир имейдж. Вот оно. Вот они. Вот эти вот иконки, у которых прозрачный фон. Собственно, они нам понадобятся для вывода вот сюда. Для вывода вот сюда, по-моему, не будет. У нас будут здесь другие кнопки использоваться. Ну да ладно. Так. Идем дальше. На панель получили. Лист с картинками получили. Собственно, btn модифир сделали. Хразу же, не откладя от кассы, рекомендую вам хразу же эти переменные присваивать. Так как их ого-го-го-го, вон сколько много. Лист модифир имейдж. Собственно, спрайты, которые вы сделали с прозрачным фоном, вы закидываете. Ну, в принципе, порядок, по-моему, не важен, как вы их закинете. Если что, я вам расскажу чуть позже. К разу. Самая верхняя наша модифир... Вот она. Точнее, вот модифир панель. Самая главная. В которой вообще все наши вот эти вот панели находятся. И, собственно, мы будем присваивать и не ее, где она. Вот, дебаф панель. Так, нет, не дебаф, вот, модифир. Собственно, вот нам модифир панель, да, внутри которой находятся две наши панели. Это модификаторы и дебафы. Панель с модификаторами мы присваиваем в модифир панель. То есть, вот сюда. Вот эту вот ссылку, которую мы получали. Точнее, создавали переменную для ее хранения. Так, сейчас это закрою. Ну, собственно, кнопки. Это кнопки, которые находятся внутри нее, мы делали. Мы их присваиваем вот сюда. Раскрываем список. Вписываем, сколько у вас кнопок. И, собственно, их присваиваем. Присваиваем. В точно таком же порядке, как и прописано здесь. Лучше всего рекомендую я вам присвоить. Теперь, идем чуть дальше. У нас есть переменные для работы с панелью установки модификатора. То есть, это апгрейд панель. Первое. Мы получаем ссылку на нее, как на GameObject. Чтобы ее скрывать и, собственно, отображать, когда нам нужно. Вот она, наша модифир. Нет, вот она, апгрейд модифир. Вот она, панелька вот эта вот. Так, стопы. Надо что-нибудь здесь позакрывать. Слишком много. Прям глаза разбегаются. Собственно, ну, берем ее и присваиваем. В нашу эту переменную. Ну, и также получаем ссылки на нашу имк модифир. То есть, на вот эту вот картинку. Вот эту вот картинку. На тайм текст. На текст тайм апгрейд. На вот этот вот текст, куда мы будем выводить в таймер. И, собственно, на апгрейд бар колор. Это на сам наш хелс бар. Ой, хелс бар. Вот этот вот хелс бар колор, у которого fill amount. Мы будем уменьшать. На него и мы получаем ссылку. Потом к разу же идете и вот эти вот. Три объекта присваиваете. Так, стопы. Теперь у нас надо получить наши дебафы. Первое. Мы получаем так же. Делаем переменную типа GameObject. Дебаф панель. Это, собственно, вот эта вот наша панелька. Мы создавали, как мы понимаем, модифир и дебаф. Так вот, получаем ссылку на эту панель. Как на GameObject. После чего мы создаем лист геймобжектов. Лист геймобжектов называем его DebuffImage. Дебаф имейдж. И туда помещаем наши вот эти вот картинки, которые мы создавали. Только я пока не понимаю, почему мы как на GameObject получаем их. А, все, я понял, понял. Потом надо будет переделать немножко. Ну, пока получите на них тоже, как на GameObject. Я потом пересмотрю. Может, не нужно. Может, я не просто так получал ссылки на них, как на GameObject. Дебаф имейдж. И, собственно, куда мы присваиваем четыре наших кнопочки. Точнее, не кнопочки, а вот эти вот картинки. Вот эти вот. Не те, которые находятся внутри, а сами они верхние. Куда мы будем, собственно, выводить эти иконки. Так, присвоили. Потом создаем лист. Уже имейдж. Типа имейдж. Релоад имейдж называем. И получаем также на их релоады, которые находятся внутри них. Мы тоже их делали. Собственно, присвоить их нужно в одинаковом порядке. Смотрите, не перепутайте. Так, где? Дебаф имейдж и релоад имейдж. То есть, здесь первая кнопка. Ой, первая картинка. Здесь и ионная тоже первая. Вторая. Здесь ионная вторая. Третья и так далее. Главное, не перепутайте вот эти вот. Аккуратно, не торопясь. В четвертая, там, в четвертую. И так далее. Торопиться некуда. Фух. Я уже устал. Сколько мы там говорим уже? Так, стопэ. Тридцать минут. Ничего себе. А толком ничего не сделали. Теперь нам нужны перемены для работы с панелью информации. Собственно. Идем в модифир панель. На вот это вот описание получить нам нужно ссылки на его. Первое и самое главное. Мы получаем, как всегда, переменную типа GameObject. Так, где? Стопэ. Так, это у нас вообще... А, нет. Все правильно. Модифир инфа панель называем. Потом, переменная типа Image. Повторяюсь. Кто использовал rough image вместо image, как я говорил, тот пишет так и пишет rough image. Также, для тех, кто не знал, только включился к нам, смотрим. Для того, чтобы использовать компоненты UI, нужно подключить соответствующую библиотеку. Для этого мы пишем unityengine.ui. В пространстве namespace... Точнее, в пространстве имен UI и находятся все вот эти вот типы. Текст и так далее. Текст, бета-кнопки, rough image, image и так далее. Они все находятся в пространстве имен UI. Его мы и подключаем. Это для тех, кто не знал и так далее. Называем мы ее как icon-modifier. Также инициализируем null. И создаем два текста. Первый текст это name. То есть... Ну, name-name. Имя есть имя. И второй текст это description. Описание. Также идем и устанавливаем их. Ну, думаю, с установкой ни у кого проблем нету. Не возникнет проблем. У нас мы создали. Просто переносим. Наверное, не буду я вам показывать. Просто объясню в коде. Думаю, вам и так будет все понятно. Ну, вроде с переменными все на все. Мы ссылки получили. Там уже, наверное, долго. Да, 30 минут. Я буду закругляться уже, наверное. Сейчас будет... Сейчас запишу еще одно видео. Где мы уже будем, собственно, делать сам функционал. Ну, а на этом, наверное, все. Всем пока, ребят. С вами был я, Мега. Всем... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok